Субтитры создавал DimaTorzok 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 Еще вопросы? Субтитры создавал DimaTorzok По современным нашим понятиям Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как он считает это нужно Субтитры создавал DimaTorzok 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 омоля я выделяю все другие выделяли самостоятельный вид чем это связано прежде всего чистоскохнодсиномерский метод омоль впервые был описан из байкала регионов скитраториус георгий а потом уже омоль еще был поэтому если вы должны следовать правил поляритета мы должны цели то артического предложить именовать на прибору что это ставит вообще сверх намного все что было естественно поэтому проще давайте выделим байкальского мигратор и тогда алтурнализм составить на своем старом детстве тем более сейчас алтурнализм рассматриваются такими комплексами к нему и привыкнул от гривого стола из английских назем к нему очень близок для урэта из север-америки еще вопросы наши специалисты госрубцентра очень часто делают всевозможные ошибки при описании видов не совпадает например с аннотированным каталогом который вы издавали в аннотированном каталоге нет например подвида сибирской плотвы ваше мнение во многих работах приводится что запускались там ваше мнение и пожалуйста с озерным гальяном то он перкнурус то певе нурус в тех же зданиях по второму штуку певу гальян озерный как правильно перкнурус как раньше было ли певе нурус как теперь монотируемый каталог отначально если нет больной сибирской плотвы значит для меня его и нет по сибирской плотвы я была хорошая обобщающая сводка их теологов не по сибирской, а вообще по плотве сводка их теологов из Барква которые показали что все эти подвига плотвы фактически они не имеют хороших щеток из литарев для выделения раз, единственное что выделяется немножко попла, вот она, причем даже Багутская выделяет его как особый вид что касается перкнурус, это озерный гальян, фокс нурус перкнурус он был сначала как перкнурус, потом Багутская отыскала в старых аналогах, что там у него вроде бы вышел как перенуррус и она вот в своей книжке, теперь надо писать, а фокс нурус перкнурус кто-то другой посмотрел книжку в другом месте и говорит, что там эсс стоит черта, а то что у вас было, там самусолина была и он что-то не видел, она раскладилась, говорит, давайте вернемся к старому названию, фокс нурус перкнурус так вот это идет, вот смотрите, но в аннотированном каталоге-то пере-ва-шу аннотированный каталог писался коллективом авторов, и карту писала сама Багутская это вот ее была первая ошибка, от которой она потом и отказалась смотрите рыбу в заповедниках, там все это синонимии, вся история разбирается еще вопросы, пожалуйста, коллеги так, никто руками не мажет Ильис Иванович, а можно я вам вопросы задам? вроде председатель совершенно неудобно вы же знаете мою любовь к теории вида старую ну, смотрите, на мой взгляд, все-таки систематика должна отражать наше понимание эволюционных процессов, в основе которых возникает это биологическое в том числе видовое разнообразие ну, теория эволюции тоже наука, она смеется, изменяется и генетика важный компонент этой теории эволюции сейчас я так долго вопрос задаю, чтобы он понятен смысл у него более четко аудитория вот с точки зрения популяционно-генетических теорий горбуша, которая представлена двумя линиями четных лет и нечетных лет, по сути дела и симпатична на большей части своего ареала, огромного ареала это два вида двумя линиями вы считаете, что это правильный подход? или мы не будем, все-таки, берить горбушу на два вида двумя линиями? один назовем горбуша, а другим грабуша в зависимости от года, когда Вальбаум написал колотит этого вида нет, я считаю, что это неукравильно можно считать горбушу как один вид если вы мне укажете, увидите, что вы не знаете отличительные признаки генетические, хорошие признаки есть не генетические, а психологические понимаете, я вы мне это сказали про систематику второго, высшего роста я юзер то есть вы потребители систематики мне нужно разожить рыбу по полочке вы мне даете горбушу а вы говорите, что признаков нет бегите в генетику генетику говорят 20 тысяч, вы в горбушу по комплексу морфологических языков они тоже разбиваются на виде нечетных и нечетных мы за 10 тысяч подаем это первая часть вопроса да, нужна генетика древа тут генетика нам может помочь нам может вдруг наломать второе, по разложению по полочке я считаю, что если нет морфологических критериев чтобы рядовой актеолог без генетики мог определить вид такая система бесполезна то есть вида генетики вы не верите да хотя в рыбохозяйственной науке горбушу в черных и нечетных лет прогнозируют как разные единицы запасов по сути дела разные вот еще последняя, значит, мода навага теперь пишется через W или единис навага знаете, да теперь недавно закрыли рот кузу это правда неправомощно теперь ацеперсор кузу ацеперсор колоза куза 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 везет, да но это можно принимать, можно не принимать решения по этому поводу нет ну и еще черт такой ментай гадус экстравабага которая шокирует если в том, я скажу так созрели у кого-нибудь еще вопросы пока мы здесь горбуши обсуждали не вижу а вон девушка в красивом платье пожалуйста а, еще на вас только медленнее и почетнее далия Викторовна Юрий Степанович, вот такой вопрос я думаю, он многих вот интересует так, что конкретно вы порекомендуете молодому идеологу который не систематик но очень хочется было правильно спасибо советую выбрать хорошего систематиков консультанта значит, могу что посоветовать вот посмотрите наши последние выпуски это поэтика в России там все последние в том числе сказано например, что если другие приходят в какой-то битвы и делятся на нервный отряд то это и есть поэтому лучше доверять хорошим словам потому что они не так скачут как вон однодневные статьи которые то так, то так то перенулы то перенулы и так далее юэль Стефаныч а где опубликован список хороших систематик это это большая тайна потом скажем Если он будет, мы разместим на нашем сайте выходящегося на институте. Пожалуйста. Еще вопросы, коллеги? Так. Больше ни у кого красивых пунктов не произвели. Хорошо, хорошо. Юрий Симфанович, присаживайтесь. Спасибо большое.